Итак, ребята, мы с вами сейчас разобрали упражнение, разбили его на предложение, и сейчас для проверки мы с вами выполним первую часть задания. Давайте-ка вспомним, какая у нас первая часть задания. Кто нам прочитает? Можно в тетрадочке, можно теперь в электронной тетраде. Погромче, пожалуйста, читайте. Кто готов идти найти границу первого предложения? Сейчас будем проверять. Так, Ярослав, пожалуйста. Появилась? Молодец. Аня, напомни нам, пожалуйста, о чем мы еще говорили в предложении. Как раз это вторая часть, но сейчас мы это подведем. Что еще у нас в этих предложениях есть неверного, кроме того, что мы сейчас границы обозначим? Буковка «М» должна быть заглавная. Анечка, почему? Или пока Аня ставит, она уже объясняла, кто нам скажет, почему должна быть заглавная буква, Сережа? Потому что каждое предложение. Предложение сейчас у нас в буквы. Умничка. Проверьте внимательно первое предложение. Есть здесь еще слова, которые должны быть с большой буквы. Ва-ва. Ну-ка, давай проверим, пожалуйста. Глядишь в букву, да? Давай попробуем. М-м-м-м, выросла. Кто мне скажет, почему вот надо писать ваши буквы, Сережа? Потому что имена людей начинается с большой буквы. Собственное имя пишется с большой буквы. Хорошо. Еще ручки есть? Коля, ты еще нашел что-то? Пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас Николай здесь увидел. Так, Николай, почему ты нам нажала на слово «утром»? И посмотри, ты прав. Утро – это новое предложение. Отлично. Отлично, молодец. Ребята, а в первом предложении мы уже закончили или кто-то внимательный? Юля, ты еще что-то увидела? Пожалуйста, Юлечка, давай проверяй сама себя. Умница. Объясни, Юля, что ты здесь нашла? Потому что каждый человек начинается с большой буквы. Молодец. Еще руки есть в первом предложении. Костя, проверяйте, проверяйте сами себя. Так. Ага, Костя, ошибочка. А все-таки в первое предложение, Костя меня прослушал, в первом предложении. Настя, ты что-то еще нашла? Мама с маленькой. А я вас возвращаю в первое предложение, Ксюша. Текст тоже посмотрите. В тексте может кому-то лучше видно. И в печатных работаем, и с электронной тетрадью. А это Ксения. Что ты, Ксения, нашла в этом предложении? Я нашла в слове Москве большую букву. Потому что собственное имя города начинается с большой буквы. Молодцы, не пугайтесь. Так. Как вы считаете, с первым предложением теперь мы закончили? Ага. Кто нам найдет границу второго предложения? Сережа. Так. Ищи. Где граница? Ну что, Сережа, получилось? Молодец. Давайте посмотрим на второе предложение от Никиты. Есть там еще у нас секретики или нет? Если нет, к следующему переходим. Умница. Умница. Никита, что объясни, ты там нашел? И для такого человека начинается с большой буквы. Отлично. Ярослав, ты руку держишь. Молодец. Хорошо работаем. А мы не сидим. Мы подчеркиваем большие буковки в тексте у тебя. Мы забыли про эту работу. Тоже вместе с ребятками у доски. Смотри внимательно, Ярослав. Да. Так. Что Ярослав нам показал, ребята? Что предложение закончилось. Закончилось? И новое предложение? Началось. Начинается? С большой буквы. Вот. Все полностью надо объяснять. Хорошо. Подчеркните в этом предложении с большой буквы. Алина что-то увидела. Вот одно слово из Вовка. Ну-ка, проверь его. Молодец. А почему это Вовка с большой буквы, Алина? Каждое имя человека начинает с большой буквы. А мы подчеркиваем имя человека, собственно, с большой буквы. Верочка, что у нас нашла? Ребята, а у нас нет еще границы третьего предложения. Так. Увидели. Лерочка, объясни, пожалуйста, что ты нам нашла? Я нашла начало нового предложения. С большой буквы. Ребята, а мы с вами забыли отметить границу третьего предложения, которое начинается мы с Вовкой. А где же граница? Мы же не поставили границу. Коля, пожалуйста. Умница, Николай. Молодец. Совершенно верно. Видишь, все правильно. Так. Точки карандашика можно поставить. Дальше Алина нам нашла, что Вовка начинает с большой буквы. Кто нам следующую границу предложения найдет? Все, иди, Лера, попробуй. Сюда же садимся, подчеркиваем заглавные буквы в тетрадочках. Так. Давай, раздаваем. Вовка. Читаем, Лер. И смотри, уже большая буква почему-то. Что-то тут мы пропустили. Ну-ка, проверь. Мы пропустили. Попробуй проверь, что мы тут пропустили пальчиком. Пропустили. Что мы пропустили? Точку в конце предложения мы пропустили. Так, Сережа что видит еще? Нет. Альбом это собственное имя? Нет, значит, вряд ли, Сережа. А здесь будь заглавный. Ну, не бойся, что ты так. Не бойся, прям посильнее пальчиком. Ну-ка, проверь. Что ж такое там? Что ты тут хочешь, Сережа, сделать? Точно. А давай попробуем вот здесь. О, прав ты был? Да. Молодец. Ну, конечно, умница, молодец. Итак, мои дорогие, сейчас вы должны сами себя еще раз проверить, ребята. Посмотрите, чтобы у вас правильно стояли границы предложений. Граница предложений это что? Точка. 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 Умнички, молодцы. И мы с вами вернемся сейчас к правилу на странице 17 и повторим правило призывания.